Я так понимаю, связь налажена. Рад всех приветствовать сегодня на своем вебинаре. Кто еще меня не знает, меня зовут Сергей Киселев. Я являюсь финансовым специалистом компании Амаркетс, а также занимаюсь разработкой, тестированием, оптимизацией торговых роботов и индикаторов. Сегодняшний наш вебинар будет посвящен теме, как сделать автоматическую торговлю на Форекс прибыльной. Перед вебинаром подготовил небольшой план нашего вебинара сегодняшнего. Первым делом мы разберем отличие результатов на реальном рынке от тестирования на исторических данных, так как большинство трейдеров замечают такую разницу. Сегодня с этого и начнем. Далее установим торгового робота, загрузим архив котировок для дальнейшего тестирования нашего робота, протестируем нашего торгового робота, проведем оптимизацию, качественную оптимизацию, исходя из тех различий, которые даются нам на реальном рынке, на реальных торговых условиях от тестирования на исторических данных. Грамотно протестируем робота после оптимизации. То есть данный метод, можно назвать даже методикой тестирования, позволит до торговли на реальном рынке понять вообще потенциал робота после оптимизации. Запустим, конечно, торгового робота нашего и дам от себя конкретные рекомендации, как более грамотно, более разумно подходить к торговле торговыми роботами. Итак, начнем. Разберем в самом начале отличия. Чем же, почему же результаты тестера стратегий, тестера стратегий, которые основываются на исторических данных, отличаются от результатов на реальных рынках, на реальных условиях. Первое отличие – это, конечно же, спред. Когда мы задаем спред в тестере стратегий при тестировании данных исторических данных, у нас спред является фиксированный. То есть он не расширяется с выходом каких-то, к примеру, очень важных макроэкономических показателей, с увеличением какой-то волатильности увеличения. То есть это большое, существенное отличие. То есть на реальном рынке расширяется спред. Также на реальном рынке присутствует такое понятие, как проскальзывание. Это когда у нас сразу несколько, может быть, несколько пунктов происходит перешагивание, можно назвать, котировок. Как таковые проскальзывания тоже существуют на реальном рынке, а при тестировании на исторических данных данный фактор отсутствует. Сегодня как раз-таки разберем, как при тестировании в тестере стратегии избежать данный фактор, то есть максимально приблизить тестирование робота к торговле на реальном рынке. Также на реальном рынке присутствуют реквоты, то есть так называемые повторы запроса котировок. Это когда нам сервер, когда во время отправки, точнее после отправки ордера на сервер, приходит новая котировка, и ордер не успевает исполниться по старой котировке, сервер возвращает нам реквот и спрашивает, можно ли открыть, хочет ли трейдер, либо робот, открыть ордер по уже новой котировке. Такая возможность в тестере стратегии отсутствует, то есть реквотов нет. И, конечно же, отсутствие гэпов на истории. Это на самом деле более такой, можно сказать, даже не технический фактор, здесь больше относится к брокеру, который поставляет вам историю котировок. Существует ряд брокеров, которые просто на истории своей, они дорисовывают свечки, тем самым у них история полностью без каких-либо гэпов. И, соответственно, при тестировании робота на данной истории будут искажены реальные данные, результаты данных тестирований данного робота. На реальном рынке, конечно, гэпы присутствуют, и они существенно влияют на торговлю. Что касается компании Markets, то в компании Markets максимально приближена история, то есть она абсолютно точно такая же, какая была при торговле на реальном рынке, то есть гэпы на истории, конечно же, есть. Итак, перейдем к тестированию торгового робота. К теории вернемся чуть позже. Для начала нам нужно произвести установку нашего торгового робота. Компания Markets представлена довольно-таки обширная база торговых роботов, которые имеют место быть в использовании, которые показали уже какие-то результаты, довольно-таки неплохие результаты. И каждый клиент компании Markets может использовать вполне бесплатно наши роботы, которые мы предоставляем, и начинать зарабатывать уже. Данные робота находятся в разделе «Лаборатория», «Торговые советники». Загружается страница. И здесь происходит у нас весь список торговых роботов. То есть можете посмотреть их доходность, максимальную просадку, рекомендуемый депозит, который автор данного робота рекомендует торговать. Мы возьмем сегодня самого популярного торгового робота. Это Нострадамус. Он у нас идет на первом месте. Разберем ряд вопросов по сегодняшнему, по данному роботу, которые клиенты чаще всего задают. И протестируем его, оптимизируем и посмотрим результаты. Для того, чтобы скачать данного робота, вам нужно нажать на кнопочку «Скачать». Загрузилась страница с данным роботом, с его описанием, с техническими характеристиками. То есть мы видим, автор рекомендует использовать пару евро-доллар, рабочий масштаб H1, минимальный размер депозита 500, минимальный размер лота и какое кредитное плечо использовать. И также у нас есть установка торгового робота. В принципе, здесь есть краткая инструкция. Нажимаем кнопочку «Скачать» и скачивается робот. Я его уже себе заблаговременно скачал. Полученный файл после скачивания вам нужно разместить в разделе «Файл», «Открыть каталог данных». МКЛ4, папка «Экспертс». То есть в эту папку нужно будет поместить вам файл с данным роботом. Файл он выглядит вот так вот. «Нострадамус» должен находиться в данной папке. После того, как вы скачаете и установите робота, вам нужно будет перезагрузить терминал. И после этого робот появится у вас в списке торговых роботов терминала. То есть список находится у нас в разделе «Навигатор». То есть вид «Навигатор» в разделе «Советники». Вот у нас появился «Нострадамус». Значит, установка прошла успешно. Перед началом тестирования давайте проведем небольшую теорию. Тестирование и оптимизация робота рекомендуется проводить за последние 3-5 лет как минимум. Потому что за этот промежуток времени можно посмотреть всю динамику. Действительно, довольно-таки хороший диапазон динамику торговли роботом. То есть таким образом мы определяем потенциал нашего робота. При тестировании и оптимизации робота мы должны увеличить наш спред в настройках тестера стратегии. В дальнейшем мы это увидим. Это связано с тем, что как раз мы будем обходить ту ситуацию, что спред у нас расширяется на реальном рынке и присутствует у нас проскальзывание на реальном рынке, если какие-то сильные движения, конечно. Поэтому рекомендую завышать спред искусственно при тестировании либо оптимизации робота. Тем самым, чтобы достичь максимально приближенных результатов к реальному рынку. Рекомендуется также использовать депозит, которым вы будете оперировать в будущем. То есть у каждой используют депозит, исходя из вашего финансового состояния. Кому-то комфортно торговать с пятью тысячами долларов, кому-то с тысячей долларов. То есть данный депозит нужно указывать в настройках, которые мы также впереди посмотрим далее, где это указывать. И нужно тестировать именно от данного депозита. Также хотелось бы отметить, что каждые настройки робота подбираются под каждый инструмент, под каждую валютную пару в отдельности. То есть по большому счету каждая валютная пара имеет свою волатильность. Свою динамику движения цены, свой характер. И настройки не могут быть универсальны. Зачастую. То есть 90% роботов должны иметь разные настройки под каждый инструмент в отдельности. И конечно смотрите, чтобы на вашей истории были наличия гэпов. Рекомендуется все-таки проводить тесты и торговать метод трейдера и четыре компаний Амаркетс. Во-первых, у вас будут и минимальные спреды, у вас будут минимальные проскальзывания на каких-то новостях. В принципе на спокойном рынке проскальзывания будут отсутствовать. И на истории у вас будут конечно находиться гэпы. Будут гэпы. То есть это максимально приближенные условия к реальному рынку. Итак, первое, что нам нужно сейчас сделать после установки. Нам нужно загрузить архив котировок. Так как в стандартном метод трейдере четыре у нас есть какая-то уже история котировок. Она содержит историю за последний год. В среднем за последний год. Нам нужно как минимум 3-5 лет для того, чтобы нам максимально протестировать и оптимизировать нашего робота. Переходим в раздел сервис. Архив котировок. Дальше нам предлагается выбрать инструмент, который мы будем использовать. Я предлагаю использовать самую популярную пару евро-доллар. И она находится в разделе Majors. Евро-доллар. Два раза кликаем левой кнопкой мыши. Два раза кликаем по одноминутному разделу. То есть здесь у нас идут разделы котировок. Нам нужно загрузить буквально с первой минуты, с тайфрейма 1 минута, все котировки. Кликаем два раза левой кнопкой мыши и кликаем загрузить. Нажимаем ОК. У вас это займет некоторое время. Так как я ранее уже производил загрузку архива котировок, у меня это будет в разы быстрее. То есть у вас может занять 2-3-5 минут. У меня должно это сейчас в разы быстрее произойти. Да, напомню. Мы это делаем для того, чтобы оптимизировать нашего торгового робота за последние, может быть, 5-3, может быть, даже 7 лет. Чтобы наши результаты, наши настройки нашего торгового робота были максимально комфортны для его торговли. И вот у меня тоже занимает это какое-то время сейчас. Пока загружаются котировки, можете написать в чат, если возникли сейчас какие-то вопросы у вас. Про спред мы сейчас еще позже поговорим. Сергей, вы же про спред меня сейчас спрашиваете, правильно? Да, еще загружается. Вы знаете, давайте тогда посмотрим следующим образом. Я сейчас до конца у себя прогружать не буду, потому что занимает какое-то время. Ограничимся тем количеством котировок, которые у меня сейчас есть на компьютере. Но вы у себя, да, можете в будущем загрузить полностью весь архив котировок, чтобы у вас был полностью весь архив. На данном этапе, я так понимаю, все понятно пока, да? Так, вопросов пока нет. Идем дальше. После того, как мы загрузили архив котировок, нам нужно перейти в раздел тестирования нашего робота. Это вид тестер-стратегии. Что из себя представляет тестер-стратегии? По большому счету, мы выбираем какую-то определенного робота, выбираем инструмент, на котором будем проводить тестирование. Выбираем диапазон времени, да, за какой диапазон будем проводить тестирование. Напомню, что лучше выбирать 3-5 лет для теста, да, чтобы наши результаты были максимально точными, да, чтобы мы увидели потенциал нашего робота. И на основе исторических данных происходит моделирование цены. То есть, то же самое, как в реальном времени, только на исторических данных. И происходит открытие-закрытие позиций по алгоритму вашего робота. Тем самым, по окончанию тестирования мы сможем увидеть наши результаты. Давайте начнем. Разверну окно, чтобы было побольше видно, да, получше. Первое, что нам предлагается выбрать, это тестирование советника или индикатора. То есть, можно тестировать как советники, так и индикаторы. Выбираем, в нашем случае это советник. Далее предлагается выбрать Nocturidamus. Выбирается выбрать именно нашего советника, да, которого мы будем тестировать. У меня вот здесь около, получается, 5 советников. Выбираем нашего Nocturidamus, который мы ранее скачали. Далее предлагается выбрать валютную пару, либо какой-то иной финансовый инструмент. Выбираем евро-доллар, самую популярную валютную пару. Далее предлагается выбрать модель моделирования цены, движения цены. То есть, что это значит? Так как у нас будет моделирование прошлых котировок, движения цены, то здесь предлагается выбрать модель. Первая модель – это все тики. Это наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов. Что это значит? То есть, у вас будет моделироваться вплоть до каждого тика, которые были ранее на истории. То есть, каждый тик будет моделироваться, каждый таймфрейм будет отрисовываться. Далее. Контрольные точки. Это наиболее грубый метод, но он является наиболее быстрее для тестов, нежели первый метод, который мы разобрали. Что здесь происходит? Здесь происходит моделирование не каждого тика, а по предыдущему таймфрейму, по локальным минимумам и максимумам предыдущего таймфрейма. То есть, именно идут локальные точки меньшего таймфрейма. И, пожалуй, наверное, самый неточный метод моделирования движения цены – это по ценам открытия. То есть, данный метод стоит выбирать только в том случае, если в вашей торговой стратегии, в вашем торговом роботе, не участвует именно логика формирования бара. Вам интересны лишь точки открытия и закрытия цен. То есть, только в таком случае можно выбирать данный метод. Он нам определенно не подходит. На начальном этапе рекомендую использовать первый метод «Все тики». Наиболее точный и точно не ошибетесь при выборе данного метода. Далее, нам предлагается выбрать период. На каком периоде мы будем тестировать нашего робота. Так как автор рекомендует использовать таймфрейм H1, выбираем таймфрейм H1. Далее рекомендуется выбить спред. Как мы ранее говорили, так как у нас спред идет фиксированный при тестировании на историческом данных, а в реальном рынке спред может расширяться, могут быть проскальзывания, то рекомендуется искусственно завышать спред в тестере стратегий. Мы можем даже посчитать, на сколько его можно завысить. Если мы возьмем самый результативный тип счета ECN, компания Markets, у которого спред по евро-доллару составляет в среднем 0,3-0,5 пункта, то мы понимаем, что расширение доступно не более чем 1 пункт. То есть даже 1 пункт, я считаю, это достаточно серьезное расширение. Это мы сейчас говорим про евро-доллар, пару евро-доллар. Мы закладываем в это расширение, мы закладываем в этот спред в тестере стратегии как раз-таки данное расширение, чтобы как раз если в случае, что ранее на данном участке тестирования был расширенный спред, он войдет в этот диапазон. Также это касается проскальзываний, то есть мы берем, учитываем, что какие-то проскальзывания возможны, и также закладываем в этот же спред. Рекомендую выставить в районе, здесь указывается по пятизнаку, то есть в районе от 20 до 40 возможно. То есть возьмем в принципе 20 пунктов по пятизнаку, то есть по четырех знаку это будет 2 пункта. Да, то есть в принципе эти торговые условия, такие условия будут для тестера стратегии максимально приближены к реальной торговле. Вот поэтому выставляем 20 пунктов по пятизнаку. Далее. Далее предлагается выбрать дату тестирования нашего робота. Мы сейчас выберем, мы будем на самом деле сейчас проводить тестирование, оптимизацию не за 3-5 лет, потому что это занимает некоторое время, а возьмем буквально последние месяцы. Мы возьмем тестирование с 1 марта по 1 апреля. Сейчас скажу, почему не до 1 мая, точнее позже скажу, да. И посмотрим результаты нашего теста. Ставим галочку «Использовать дату». Далее. Галочка «Визуализация». Данная возможность позволяет видеть именно движение цены, то есть как формируется в каждый момент времени цена каждый бар. Вот ставим «Визуализацию» галочку, и у нас есть ползунок такой. Это скорость нашего моделирования движения цены. То есть мы можем контролировать скорость, с какой скоростью будет формироваться у нас бар. Но в дальнейшем это все увидим. Также есть возможность пропустить до какой-то конкретной даты. То есть нажав на кнопочку «Пропустить до данной даты», визуализация прекращается, мы не видим моделирования движения цены, и скорость тестирования увеличивается. Просто происходит машина, компьютер начинает меньше ресурсов тратить на моделирование, на визуализацию, и тем самым увеличивается скорость нашего теста. Далее. Галочка «Оптимизацию» предлагается выставить. Пока не выставляем, к этому вернемся позже. Переходим в свойства советника, свойства эксперта. Первое, что нам предлагается, это выбрать депозит, при котором мы будем тестировать нашего робота. И опять возвращаемся к теме, какой депозит выбрать. Выбрать рекомендует тот депозит, которым вы планируете в будущем начать торговать. Я выбираю 1000 долларов. Средний депозит. Выбираем доллары, валюта в которой. И предлагается выбрать позиции, которые будут открываться. То есть длинные позиции, короткие и совместно длинные и короткие. То есть покупки, продажи или и покупки, и продажи. То есть у нас будут сейчас открываться и покупки, и продажи. К следующему параметру вернемся позже, когда будем оптимизировать нашего робота. Переходим во вкладку «Входные параметры». Здесь у нас отображаются настройки нашего робота. То есть программист внес какие-то переменные, которые мы можем изменять. И тем самым изменять результаты нашего робота. То есть нашей торговли. То есть мы видим «Take Profit», «Stop Loss». То есть это интуитивно понятно, что изменив «Take Profit» с 10 пунктов на 11 пунктов, наш робот будет выставлять уже 11 пунктов «Take Profit». То есть есть ряд настроек, которые, в принципе, интуитивно понятно можем понять. Кликнув два раза левой кнопкой мыши, мы можем менять данные настройки. Оставим пока те настройки, которые нам предлагает автор. Нажимаем «Ок». К остальным параметрам вернемся позже, когда будем оптимизировать нашего робота. По большому счету мы настроили сейчас полностью наш тестер стратегий, для того, чтобы протестировать нашего робота за промежуток с 1 марта 2016 года по 1 апреля 2016 года. Нажимаем «Старт». Происходит загрузка. Загрузка произошла. И мы видим, что происходит сейчас моделирование цены. Идут тики. Это 1 марта у нас. Передвигая ползунок, скорость у нас будет увеличиваться. То есть мы видим, что наш робот начал уже открывать сделки. То есть идет моделирование нашей цены на истории, и робот в связи со своим алгоритмом открывает сделки. Результат мы можем сейчас пропустить, весь этот тест, да? Нажать кнопочку «Пропустить до». Шкала показывает, сколько осталось нам до окончания нашего теста. Видим, тест наш закончился. Мы можем полистать историю, посмотреть, как наш робот торговал. Видите, он совершал довольно-таки много сделок. И посмотреть результаты. То есть у нас в разделе «Результаты» есть у нас история всех сделок. То есть мы можем посмотреть, как робот вел торговлю. В разделе «График» мы можем посмотреть динамику торговли нашего робота. То есть видим, были подъемы и спады. И итоговый отчет. То есть мы видим, по большому счету здесь очень много каких-то параметров по отчету. Нам нужно в большинстве нашем случае уделить внимание этой чистой прибыль. К сожалению, наш робот оказался не совсем прибыльный. Запас с марта по апрель. Убыток составил 63 доллара. Абсолютная просадка составила 190. То есть абсолютная просадка – это просадка от депозита. И видим количество сделок совершенных. Самая большая прибыльная сделка. Средняя прибыльная сделка. В общем-то наши параметры, которые отображаются, они все интуитивно понятны. По поводу тестирования нашего робота. Вопросы у вас есть? Так, Сергей задает вопрос про Настрадамуса. Насколько я знаю от разработчика, то есть после анализа данного робота он работает только на пяти знаки. Александр, по поводу вашего вопроса, тестировать его на реальном торговом счете или нет? Нет, вам нужно авторизоваться под демо счетом, рекомендую демо ECN и под ним уже начинать тестировать робота. После тестов, после оптимизации уже переходите на реальный счет. Уже когда у вас робот полностью готов, боевой робот, можно его назвать, к реальному условию, начинайте уже зарабатывать на нем на реальном рынке. Так, Сергей, есть ли разница между тестом на реальном счете и демо? Сергей, имеете в виду в тестере стратегий или при реальных условиях? Что имеете в виду? В тестере стратегии, да, то есть первый вариант. Есть разница, вам нужно авторизоваться под демо счетом, чтобы он видел тип вашего счета. То есть счет же может отличаться спредом, во-первых, да, то есть так как ECN у него самый узкий спред, в отличие от других типов счетов, да, поэтому, точнее не спред, комиссия, комиссия. То есть здесь нужно понимать, что есть комиссия у типа счета ECN, поэтому рекомендую все-таки авторизоваться под демо счетом на ECN тип счета. Да, да, то есть разница все-таки есть. Еще вопросы по этому разделу есть на данный момент? Отлично. Итак, давайте тогда перейдем к оптимизации нашего робота. Оптимизация настраивается. Что вообще такое оптимизация? Давайте перейдем к входным параметрам, да. У нас есть входные параметры, то есть значение, разберем, к примеру, take profit. Значение take profit у нас составляет 10 пунктов. То есть что это значит? Каждая сделка у нас будет фиксировать прибыль, да, на промежутке 10 пунктов от открытия цены. Этот параметр мы можем оптимизировать. То есть, к примеру, мы хотим посмотреть, а если наш робот будет выставлять take profit не 10 пунктов, а 11 пунктов, на сколько изменится результат? Это мы можем, конечно же, выставить здесь 11 пунктов и в ручном режиме прогнать нашего робота на историю и посмотреть результат. Но если мы хотим, к примеру, узнать take profit не с 10 пунктов, а, к примеру, с 5 пунктов до, я не знаю, до 150, к примеру, пунктов, это будет довольно-таки затруднено. То есть, 150 итераций делать, да, в ручном режиме, это будет, ну, очень долго. И оно, в общем-то, можно этого избежать, полностью доверив автоматически системе подобрать параметры. Для этого придумали оптимизацию. Мы задаем начальное значение, к примеру, 10. Мы задаем конечное значение. Мы не будем брать 150 пунктов, конечно, возьмем пунктов 15. И задаем шаг между этими значениями. В нашем случае задаем шаг 1. Что это будет значить? После того, как наш робот встанет на оптимизацию, он сделает первый прогон по истории со значением 10. Потом этот 10 увеличит на значение шаг, то бишь на единицу. И прогонит данного робота со значением 11. После этого он опять увеличит шаг на 1, на единицу. Это будет уже 12. И опять прогонит. И до тех пор, пока не упремся в стоповое значение. Стоповое значение у нас 15. Но мы можем одновременно, и перед оптимизацией, конечно, нужно будет поставить галочку. Но мы также можем оптимизировать сразу несколько параметров. То есть параметр Stop Loss и Take Profit, к примеру, одновременно. То есть мы здесь тоже можем задавать какие-то конкретные значения. Шаг, стоп, ну и, конечно же, старт. И запускать их одновременно. То есть здесь будет уже более такая четкая, более ресурсоемкая, конечно, оптимизация. Но параметры будут подобраны максимально комфортно для данного робота, для данной валютной пары. И так мы можем абсолютно каждый параметр оптимизировать, который, в принципе, у нас есть в наших настройках. Сегодня мы оптимизируем всего один параметр, так как какое-то время занимается оптимизация. Поэтому зададим с 10 до 15 с шагом единицы. Переходим далее. Вкладка тестирования. Депозит у нас уже выбран. Далее предлагается выбрать два оптимизируемых параметра. То есть не два, их на самом деле очень много. Наострять внимания на них на всех не будем. Нам интересны только два. Самые интересные. Что это вообще значит? То есть есть оптимизируемый параметр и генетический алгоритм. Галочка. Так как у нас может быть параметров бесконечное множество количества, очень много. И начальных и конечных значений может быть тоже очень много. И получается количество прогонов по истории, которые мы можем совершить, могут доходить до миллиона даже. До миллиона, может быть до двух, до тысячи. В зависимости от количества параметров в нашей системе. Для этого был разработан генетический алгоритм, который разбивает данные прогоны на группы. И после этого каждую группу в отдельности начинает тестировать, то есть какие-то значения из данной группы тестировать. Если в этой группе, но эта группа должна стремиться к какому-то параметру из оптимизируемого параметра. Что это значит? То есть у нас есть параметр, ряд параметров. К примеру, параметр баланс. Генетический алгоритм будет построен так, чтобы наш робот, наши настройки робота были максимально приближены для того, чтобы наш робот максимально зарабатывал. То есть мы не смотрим на просадку, мы смотрим, чтобы он просто максимально зарабатывал, максимально много. Также у нас есть параметр, такой параметр, как максимал. Мне передали, что изображение отсутствует. Так, сейчас поправим эту ситуацию. Скажите, видно меня? Да, отлично. Так, скажите, на каком месте тогда мы остановились, чтобы понимать? Так, напишите, пожалуйста, на каком месте прервалась картинка. Видео нет, опять нету видео. Александр, попробуйте перезагрузить браузер. Я так понимаю, у большинства трейдеров все-таки видео появилось. Напишите, пожалуйста, на чем, на каком моменте остановилось видео, чтобы я понимал сейчас, какой момент объяснять. Так, хорошо, я понял. Спасибо, Александр. Спасибо, Дмитрий. Переходим тогда обратно в тестер стратегии. Так, хорошо, выберем наш параметр Take Profit для того, чтобы его оптимизировать. То есть задаем начальное значение параметра 10, шаг, который будет при каждом прогоне увеличиваться, и конечное значение, выставляем 15. То есть, по большому счету, у нас будет 6 итераций, то есть с 10 до 15. То есть 6 раз наш тестер стратегий оптимизирует нашего робота, то есть прогонит каждый параметр. И в связи с этим мы можем, в принципе, оптимизировать любой параметр, который у нас есть в настройках. С любыми значениями начальными, с любым шагом и с окончанием нашего оптимизации. Чтобы сэкономить время, мы сегодня оптимизируем только значение Take Profit, чтобы разобраться вообще, как это работает. Выбираем Take Profit, задали старт, шаг и стоп. Переходим к тестированию. Раздел тестирования. Здесь у нас есть раздел Оптимизация. Оптимизируемый параметр и генетический алгоритм. Так как у нас может быть очень много входных параметров, входных переменных, и мы можем одновременно все их оптимизировать, к примеру, со значениями Start и Stop от 10 до 5000, может быть, то всех возможных комбинаций у нас может быть миллионы. То есть очень много, на самом деле, может быть, каких-то возможных комбинаций, которые наш компьютер будет оптимизировать, может занять, может быть, даже год. Год, полгода, может быть, два года. Для этого был разработан генетический алгоритм, который оптимизирует нашего робота под определенный параметр. Что это значит? У нас есть ряд параметров. Разберем параметр баланс. То есть наш оптимизатор, наш тестер стратегии будет подбирать параметры так, чтобы его результаты, результаты торговли робота были приближены к максимальной именно прибыли. То есть он не будет обращать внимание на просадку, к примеру, там будут просадки по 80-90%. Для него важна именно чистая прибыль, которую он получит. Максимальная чистая прибыль. Я рекомендую обратить внимание на два параметра. Это баланс и максимал драудоун. Первый, мы так поняли, что это максимальная прибыль, которую он может получить. И второй параметр, который рекомендую обратить внимание, это приближение к минимальной просадке. То есть он будет настроен на то, чтобы ваш робот как можно меньше был в просадке. То есть у него минимизировать просадку он будет, скажем так. Нажимаем ОК. Настройки у нас остаются прежними. Единственное, что нам нужно поставить, это оптимизация, галочка оптимизация. Нажимаем Старт. У нас запустилась оптимизация. Оптимизация занимает некоторое время. Смотрите, что у нас теперь отображается. У нас отображается количество прогонов. То есть так как мы задали с 10 до 15, у нас будет 6 прогонов. Сейчас у нас первый прогон. Всего будет 6. Далее предположительное время. То есть сколько осталось времени примерно, да, и сколько времени уже прошло. То есть мы видим, что времени у нас прошло 46 секунд. Было 2 прогона и осталось примерно полторы минуты еще. Поэтому немного терпения и мы уже видим результаты нашей оптимизации. Оптимизация сейчас у нас проходит за месяц. с 1 марта 2016 года по 1 апреля 2016 года. Как я ранее говорил, я рекомендую все-таки использовать год. От 3 до 5 лет. Для более каких-то точных результатов. Для обучения сегодня достаточно будет одного месяца. А что имеете в виду 90 часов, Сергей? А, это на 3 года. Да, это вполне возможно. То есть вполне реально. Все зависит от мощности вашего компьютера. 90 часов вполне реально. На оптимизацию ушел. Итак, совсем немного времени осталось. Можете задать пока какой-то вопрос. Мы видим, что у нас остался всего один прогон. Завершился пятый. Сейчас завершается шестой прогон последний. У нас уже появились какие-то результаты. Сейчас дождемся окончания последнего прогона и посмотрим результаты нашей оптимизации. Как видим, оптимизация закончилась. И мы можем посмотреть результаты. Вот результаты нашей оптимизации, нашего робота. То есть мы видим. У нас указан проход. Прибыль, которую он получил при тестировании за месяц. Количество сделок совершенных. Коэффициент прибыльности. Коэффициент мотожидания. Просадка в долларах и просадка в процентах. Просадка довольно-таки такая существенная. Но мы не оптимизировали стоп-лосс наш. Мы только тейк-профит оптимизировали. Смотрите. То есть у нас справа, в самом справа, указаны наши параметры. То есть тейк-профит 15, тейк-профит 11, тейк-профит 13 и так далее. То есть при тейк-профите 15 результаты нашей оптимизации и тестов получились вот такие. При тейк-профите 11 они получились вот такие. То есть мы можем посмотреть, с какими параметрами получились какие результаты. И прекрасно видно, что с тейк-профит 15 пунктов у нас получилась максимальная прибыль. При этом наша просадка составила меньше, чем у других прогонов. То есть у нас и прибыль составила больше, и просадка составила намного меньше, чем у других параметров. Поэтому данный показатель намного лучше, чем другие иные показатели. Далее мы можем увидеть график оптимизации. Здесь такие отображаются небольшие точечки на графике. В зависимости от прогона и депозита, который получился на итоге. То есть в зависимости от прибыли, которая получилась. Ну, хочу заметить, что прибыль у нас составила практически 100%. Ну, не 100%, а 78% это буквально за один месяц. С просадкой 38%. То есть это показатели, я хочу сказать, довольно-таки хорошие. То есть за один месяц составить 778% это довольно-таки хороший результат. график оптимизации, результаты оптимизации. Так, результаты это тестирование. По результатам оптимизации и по оптимизации. Все ли понятно? Может быть какие-то вопросы есть? Так, Сергей опять. Смотрите, можно, Сергей, да, отвечаю на ваш вопрос. Можно, конечно, поступить и так. Возможно, так это даже сэкономит какое-то время. Можете сначала подобрать тейк-профит и под лучший результат тейк-профита подобрать стоп-лосс. Вполне реальный вариант, то есть ничего против нет. Но если вы хотите как-то это полностью автоматизировать, можете полностью сразу. Тут видите какой момент? То, что при первом прогоне, когда вы будете прогонять тейк-профит, оптимизировать тейк-профит, у вас будут какие-то результаты лучше, какие-то хуже. Но при том, что какие-то результаты будут хуже с данным стоп-лоссом, да, у определенного тейк-профита, возможно, они улучшатся при изменении стоп-лосса. То есть здесь такой вариант, он, конечно, имеет место быть, но он не будет, не совсем точен будет. То есть, возможно, будут лучшие результаты именно, если вы одновременно все оптимизируете. Но такой вариант тоже, как у вас есть. Лучше вместе, да. Итак, по оптимизации, я так понимаю, все, в принципе, понятно. Хорошо, давайте перейдем к нашей презентации. Мои личные рекомендации по торговле роботом, по использованию торговых роботов. Во-первых, рекомендую понимать, по какому принципу, по какому алгоритму работает ваш торговый советник, торговый робот. Потому что зачастую понимание работы робота, можно его действия корректировать. Во-первых, если есть разные роботы, например, если робот трендовый, и по вашим сигналам, по какому-то вашему, может быть, внутреннему чувству, вы понимаете, что сейчас будет флет, и робота можно приостановить. То есть, если робот трендовый, то, скорее всего, он во флете будет показывать не очень хорошие результаты. Рекомендую именно разобраться в алгоритме робота. Такой важный фактор, как психология при торговле роботом. Давайте сейчас этому тоже уделим небольшое время. Казалось бы, какая психология может быть при торговле роботом, но она есть. Смотрите, что это значит. Давайте сделаем следующим образом. Сейчас прогоним наш лучший результат. И разберем один очень важный момент. Да, занимает какое-то время. Итак, мы видим график тестирования нашего робота. Результаты показались довольно-таки интересные. За месяц он показал 78%. Видим, есть и подъемы, и спады, но, в принципе, общая динамика идет положительная. Что касается психологии. Большинство трейдеров, запустив робота, могут видеть такую картину, к примеру, идет хороший подъем, и потом идет спад. То есть, проходит какое-то время, они видят, что... Проходит, может быть, неделя, может быть, две. И они видят, что робот сначала зарабатывал, а потом почему-то начал торговать в убыток. Но так как робот все-таки рассчитан на результат не менее, чем на месяц, может быть, даже на два месяца, этому поддаваться не стоит. То есть, общая картина его торговли все-таки можно увидеть ее хотя бы торговлей за месяц, хотя бы минимум за месяц. То есть, если вы видите, что за неделю он ничего не заработал, это еще ничего не значит. Вам нужно дождаться именно хорошего интервала, интервала хотя бы в месяц, и после этого делать уже какие-то выводы. То есть, 90% трейдеров, увидев вот эту картину, что робот начал зарабатывать, а потом сливать, ну, грубо говоря, терпеть убытки, они почему-то решают, что все роботы не работают, и это вообще гиблое дело. Я не хочу, чтобы вы совершали те же самые ошибки, а все-таки удостовериться даже до конца, что робот все-таки прибыльный. Вам нужно посмотреть это как минимум в месяц, потому что на истории даже данные Нострадамус показывают хорошие результаты. Поэтому рекомендую обращать на это внимание, про психологию. Также можно сделать быстрый тест. Перед тем, как, после того, как вы оптимизировали робота, есть возможность сделать быстрый тест на исторических данных, на которых не оптимизировался робот. То есть, что это значит? Я не зря выбрал 1 марта и 1 апреля. О, 1 апреля, да? Смотрите. У нас остался еще один месяц. То есть, с 1 апреля по 1 мая. Этот месяц был неоптимизируемым. То есть, он не входил в оптимизацию. И мы теперь можем протестировать нашего робота за этот период. То есть, с 1 апреля по 1 мая. То есть, в вашем случае, как в вашем случае. К примеру, вы решили оптимизировать робота за последние 3 года. Вы берете оптимизацию, ставите не... Окончание оптимизации ставите не 16-й год. То есть, к примеру, не 1 мая, 16-й, а окончание ставите на 1 мая 15-го года. И за 14-й, 13-й и 12-й год делаете оптимизацию. Понимаете, да? То есть, мы один год, последний год берем для теста, а три предыдущих, да, после этого одного года берем за основу оптимизации. И потом мы можем увидеть, какие результаты он покажет после оптимизации на том рынке, на котором он был неоптимизирован. Это очень важный факт, и это нужно знать и помнить. Это просто ускорит ваш процесс тестирования, оптимизации роботов, и, в принципе, возможно, сохранит ваш бюджет, если робот действительно оказался не очень хорош. Давайте протестировать нашего робота с 1 апреля по 1 мая. это тот месяц, на котором он был неоптимизирован, и посмотрим, какие результаты покажет наш робот. Вот здесь 5 мая, нажимаем пропустить, чтобы это все ускорить. Так, проходит у нас листирование. Как обычно, занимает какое-то время. и переходим в график. И отчет. Мы видим, что наш робот оказался довольно-таки прибыльный, хоть он и был в какой-то, был у него больше во время тестирования прибыль, в итоге общая прибыль оказалась около 13% в месяц. То есть, робот в любом случае оказался прибыльным даже на том, за тот месяц, на котором он не проходил оптимизацию. Хотя мы оптимизировали всего лишь один месяц, и это очень мало. То есть, мы можем оптимизировать за последние 3 года, и результаты в разы просто улучшатся. Понимаете, насколько возможности мета трейдера 4, они просто колоссальны для какого-то, для штатного трейдера, который не понимает, в принципе, не разбирается в разработке роботов, но уже может его улучшить. Я считаю, это очень здорово. На данном этапе еще вопросы какие-то появились? Так, Андрей. Андрей, тут вариантов много. Возможно, вы открыли тот тип счета, у которого исполнение инстант и четыре знака. Рекомендую вам открыть торговый счет компания Markets, открыть демонстрационный счет типа ECN, и у вас точно все результаты будут улучшены. То есть, у вас будут достоверные данные и достоверные результаты. Поэтому, ничего не могу сказать про другого брокера. Все что угодно может быть. Я даю те знания, которые вам точно были проверены на практике, во-первых, и которые вам точно покажут максимально лучшие результаты. Андрей, ответил на ваш вопрос? Так, я так понимаю, вопросов больше нет. Давайте перейдем к следующему. Да, как я уже неоднократно говорил, рекомендую тип счета ECN, на котором достигается, во-первых, максимальная скорость исполнения ордера, так как это система No Dealing Desk, Minuit Dealing, ваши ордера исполняются. Во-вторых, так как скорость будет максимальная, у вас будут минимальные проскальзывания, если они, конечно, будут, так как все-таки проскальзывания зачастую компания Market случаются только на каких-то очень сильных, резких движениях. И также у вас будут самые узкие спреды. Ну, об этом уже говорили. Также повторю, исполнение ордера должно быть Market Execution. То есть, если вы все-таки решили использовать не тип счета ECN, вы должны обратить внимание, что у вас было именно исполнение рыночное, а не моментальное. Это очень важно. Благодаря этому достигается, что у вас не будет реквотов. А роботы, как 90% роботов, все-таки реквоты редко обрабатывают. Как ранее говорили, все-таки каждый инструмент должен оптимизироваться отдельно. и параметры настройок должны быть индивидуальные. То есть, евро-доллара и, к примеру, доллар-иены должны быть настройки разные. То есть, каждая валютная пара оптимизация проходит, оптимизацию в отдельности проходит. Для того, чтобы ваш робот работал бесперебойно, с постоянным подключенным интернетом, на более качественном ПО и железе, то бишь, компьютере, рекомендую использовать OPS-сервер. То есть, это круглосуточный удаленный доступ к компьютеру, то есть, к серверу удаленному, который вы можете использовать. Также компания Markets, эта возможность присутствует, и ваш робот будет работать круглые сутки без перебоя. И, конечно же, перед тем, как запускать вашего робота на реальном торговом счете, рекомендую все-таки его протестировать, посмотреть, что он из себя представляет, обязательно завысить спред, чтобы спред был не минимальный, а все-таки был какой-то диапазон движения, для того, чтобы он расширялся, чтобы наши результаты были максимально достоверны. На этом наш вебинар закончен, жду вопросов и больших вам профитов. Так, по очереди. Так, Сергей, про ВПС. В компании Амаркетс ВПС, насколько я помню, ВПС составляет около 10 долларов в месяц для торговли роботами, но ВПС присутствует, конечно, он есть. Вопрос Андрея, каким роботом торгую я лично? Я торгую своими наработками, которые не распространены ни в сети, ни в компании Амаркетс, то есть только свои наработки, потому что, во-первых, у меня есть свои алгоритмы, которые я регулярно проверяю при тестировании и оптимизации. И, конечно же, я просто принцип своих торговых роботов понимаю. Зачастую роботы содержат какие-то очень сложные алгоритмы, которые, в принципе, очень тяжело понять. А если я не понимаю робота, я его, в принципе, не использую. Я использую только своих роботов. Какая цена? Да, Александр, цена на ВПС-сервер компании Амаркетс составляет 10 долларов. Так, какие еще вопросы? Я понимаю, что вопросов на данный момент нет. Спасибо, что посетили мой вебинар. всем больших прибыли.